Сергей Марков. Пашинян может потребовать у Баку что-то неприемлемое. Сергей Марков отмечает, что Никол Пашинян легко может найти повод не выполнять свои сегодняшние обещания. Азербайджан будет против того, чтобы наблюдательскую миссию в регионе взяли на себя сопредседатели Минской группы ОБСЕ, убежден политолог. Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна удивляют. Они, конечно, могут свидетельствовать о смене политического курса, но скорее всего, что это некая игра, сказал директор Института политических исследований Сергей Марков, комментируя последние высказывания, сделанные армянским премьером в ходе заседания правительства в четверг. Пашиняна в заседании заявил, что Армения готова вовлечься в переговорный процесс с Азербайджаном на высоком и высшем уровне. При этом он призвал воздерживаться от провокационных заявлений и действий. «Для идентификации инициаторов провокаций существенное значение имеет деэскалации обстановки, что трудно представить без задействования механизма международного мониторинга», — отметил он, выразив уверенность в том, что это должна быть наблюдательская миссия УДКБ или же сопредседательство Минской группы ОБСЕ. До сих пор именно армянская сторона блокировала работу трехсторонней комиссии по разблокировке региона, — так прокомментировал эти заявления Сергей Марков. В Ереване ссылались на необходимость делимитации и демаркации границ по армянскому варианту, пытались привлечь к процессу УДКБ и российских пограничников, и тем самым решить вопрос в свою пользу, — пояснил он. Безусловно, если Армения действительно отказывается от своего жесткого подхода, перестает настаивать на том, чтобы все было сделано как ей удобно и будет готова пойти на компромиссы, это очень хорошая новость. Но не стоит исключать, что в обмен на это Пашинян потребует у Азербайджана что-то такое, что будет являться неприемлемым для азербайджанской стороны, — отметил собеседник. «Нужно смотреть на дальнейшие действия Пашиняна, ведь он легко может найти повод не выполнять свои сегодняшние обещания», — убежден Сергей Марков. Что же до наблюдательской миссии Минской группы ОБСЕ, о которой говорил Пашинян? По мнению Маркова, Азербайджан будет против того, чтобы эту роль в регионе играли сопредседатели, потому что это означает подключение Соединенных Штатов Америки и Франции к этому процессу. А последняя, как известно, не является нейтральным игроком. Она всецело находится на стороне Армении и занимает жесткую, а в чем-то даже провокационную позицию, — констатировал Сергей Марков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова